О наболевшем напрямую президенту. Вадим Красносельский провел встречу с представителями общественных организаций, в которых состоят люди, пострадавшие во время войны с Молдовой. Глава государства выслушал все проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды, вдовы, матери, отцы и дети погибших и умерших защитников Приднестровья. По многим из них были даны конкретные поручения, ряд вопросов взятый под личный контроль. Союз память объединяет в Приднестровье людей с нелегкой судьбой. Каждый из них потерял кого-то из членов семьи во время войны с Молдовой. В свою очередь наше государство старается оказывать им всевозможную поддержку. Я хотел бы провести диалог таким образом, послушать вопросы от вас. Не стесняйтесь, вопросы могут быть любого характера, даже, может быть, самые нерешаемые. И, может быть, они сегодня нерешаемые, но заявлять о них надо, даже на перспективу, естественно. Сегодня нерешаемые, завтра, может быть, будут решаемые. В беседе с президентом приняли участие представители всех территориальных единиц Союза память. Всего в общественной организации состоит более 400 таких семей. Говорили о наболевшем. Нас штрафуют троллейбусы. Нас не знают в лечебных учреждениях. Глава государства в ходе встречи давал поручение разобраться в особенностях предоставления льгот и разного рода выплатах, а также урегулировать несовершенство законодательства в этой сфере. Общественники обратили внимание главы государства на состояние Аллеи Славы на столичном кладбище Северном. По их словам, воинское захоронение не ухожено, нуждается в реконструкции и благоустройстве. Президент взял эту проблему под личный контроль. Я вам обещаю, я даже после этого совещания, сегодня, сегодня, вы поймите, сегодня я возьму главу администрации Олега Анатольевича. Мы поедем прямо сегодня, чтобы не откладывать в долгий ящик данную проблему, мы съездим на кладбище дальнее, посмотрим визуально, что там можно сделать. Руководитель Дубосарской ячейки «Союза память» Галина Тимонова просил обратить внимание на одиноко проживающих матерей и вдов-защитников. Сегодня таковых в Дубосарском районе 10 человек, а всего по республике 46. Мы на каждый наш вопрос получили конструктивный ответ. Мы надеемся, что это внимание к нам, оно будет и не иссякнет, оно будет всегда к нам. И мы очень довольны, что наконец-то наши семьи увидели, услышали и надеемся, что все наши вопросы будут решаться. Темы льготного кредитования, обеспечения жильем, медицинского обслуживания поднимались также во время встречи президента с представителями Организации инвалидов войны защитников Приднестровья. В ней состоит 172 человека. Проблем много, но президент, было все правительство, все люди конкретно, от кого зависит решение данных вопросов. Поэтому все решалось на месте, сразу поручение все. Мы очень довольны этой встречей, давно не было такого, что конкретно по пунктам. Президент отметил, что руководство республики выступает за прямое общение с гражданами. Вадим Красносельский поручил председателю правительства проводить встречи с представителями Организации инвалидов войны защитников Приднестровья и Союза память ежемесячно.